...со свойствами простейшего ядра, дейтрона теперь мы перейдем к более тяжелым ядрам, которые состоят из многих уклонов ну и сегодня мы будем обсуждать методы определенных таких характеристик ядр, таких размеров и формов такие глобальные характеристики, как эти ядра выглядят ну и мы познакомимся с методом изучения таких характеристик ну и естественно, что самое первое, что приходит в голову это нужно рассеивать частицы на ядрах и по сечению рассеяния смотреть, какие могут быть у них размеры, какую информацию из них можно получить ну и естественно, использовать при этом частицы, взаимодействие которых с ядрами хорошо известно ну как вы знаете, самым известным взаимодействием, которым мы умеем работать, это электромагнитное взаимодействие поэтому рассеяние электронов, которые ничего кроме электромагнитного взаимодействия ну правда есть еще слабое, но это совсем малый уклад может дать для электромагнитного взаимодействия хорошо известно, поэтому рассеяние электронов очень популярный метод который с появлением ускорителей на большие энергии все больше и больше в 50-х годах приносил информацию о том, как устроено ядро ну для начала, давайте мы рассмотрим процесс рассеяния вот у вас летят электроны вот летят электроны, они рассеиваются на ядре вот здесь у вас было тяжелое ядро, которое получило отдачу который импульс электронов на начале P, конечный P-штрих этот импульс был P-1, этот P-штрих конечного ядра первый вопрос, какая энергия должна быть у электронов? ну это легко оценить из следующих соображений мы уже говорили, что размеры ядер порядка десяти ферми десяти ферми, то есть ядер порядка десяти ферми ну понятно, что если вы хотите изучить объект такого размера понятно, что длина волны электронов, падающих, должна быть как минимум меньше десяти ферми а если вы хотите детали распределения заряда внутри ядра изучать то желательно, чтобы длина волны была много меньше, чем размера метра ну поэтому давайте посмотрим, каким электронам соответствует вот эта длина эсферми значит понятно, что импульс должен быть больше, чем H поделить на R H поделить на R вот, ну, запишем сюда С и теперь соединиться на С величина HC это полезная константа это HC я рекомендую вам запомнить, она пригодится 197 и ну, сколько там 197 MF поделить на F ну, на самом деле, может так может на F ну, поэтому, если вы сюда подставите то F сократится я буду писать так, что это 200 разделить на 10 разделить на 10 получается MF деленное на С это есть 20 MF поделить на С вот, как минимум импульс электронов должен быть больше этой величины но если вспомнить, что масса электронов M с квадратом есть 0,5 MF 0,5 MF и понятно, что электроны уже будут ультрарелективистские в этом случае все так что массу электронов мы дальше будем пренебрегать ну, на самом деле, конечно уже начинает исследовать ну, начинает использоваться электроны с энергией с энергией с энергией больше чем больше чем 100 MF то есть чтобы что-то сказать о том, как распределять заряд на две ядра энергия электронов должна быть больше стандарт то есть вот такие электроны с созданием стендовского линейного ускорителя в начале 50-х годов по мере того, как длина его росла энергия увеличилась то детали распределены тогда и начались интенсивные работы хавштабера по определению размеров ядра ну, теперь давайте немножко поговорим про кинематику значит, кинематику мы нарисовали значит, характерно что передаваемый импульс Q который есть B значит, это есть импульс, который как-то он передал импульс 4-х импульсов я все время буду иметь в виду 4-х импульсов если я не пишу векторные явные стрелки то значит это будет 4-х импульсов так тогда Q квадрат есть B квадрат это масса массу мы выкидываем это B квадрат выкидываем и получается минус 2 P' или это есть минус 2 E E' нулевые компоненты а пространственные компоненты P будет совпадать у нас с E в случае, когда у вас масса равна нулю и здесь будет плюс 2 E' E' и косинус угол между ними это весь угол рассеяния значит выкается вот этот угол рассеяния ну таким образом у вас квадрат 4-х импульса равен минус 4 E' E' на синус квадрат тетер пополам на зеленых тетер пополам он обращается в ноль при тетер при рассеянии вперед и максимальное значение его при рассеянии назад так ну вперед он ноль с точностью до вот этой массы с точностью до вот этой массы но это уже очень малые углы когда эту массу нужно учитывать мы такие углы мы рассматривать не будем так да ну давайте мы сегодня будем работать в системе единиц которые H и C равны единице будем считать что H равно C равно C единице ну а в конечных формулах нужно просто нужную степень все массы нам будет заменить на МЦ и поставить нужную степень H чтобы размеры восстановить то есть алгоритм очень простой так теперь лишь вот это есть да еще другая характеристика есть есть передаваемая энергия полуника которая есть Е минус Е3 но поскольку четвертый импульс вот этот он еще есть так в определении оммигра квадрат минус Q век 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 то видно что у вас оммигра меньше чем Q то есть он пространственно подобный всегда в рассеянии этот вектор передаваемого импульса теперь если ядро тяжелое в рассеянии на тяжелом ядре мы рассматриваем лабораторную систему ядро покоится начальное лабораторную систему у вас ядро тяжелое импульс отдачи у него Q кинетическая энергия поэтому будет мала поскольку она масса в знаменателе будет это означает что оммига передаваемая поскольку рассеяние мы рассматриваем у Q то все идет в кинетической энергии это означает что оммига вообще говоря немного меньше чем Q но в этом легко убедиться написав что у вас P1' равняется P1 плюс Q P1 плюс Q то есть вот этот импульс который он получил передаваемый импульс ядро получило передаваемый импульс и импульс по 4 стал P1 плюс Q но если вы сведете ее в квадрат то слева у вас будет масса ядра m квадрат справа будет это величина масса ядра в квадрате та же самая плюс Q квадрат и плюс 2 P1 умножить на Q равен значит масса сокращается квадрат массы сокращается а поскольку у вас система лабораторная то П1 имеет только нулевую компоненту и поэтому мы получаем, что у нас Q2 плюс 2m оминга равно нулю откуда у оминга здесь минус Q2 на 2 макс литра но в тяжелом ядре видно, что оминга очевидно много меньше, чем Q ну вот это то, что можно сказать про фенематику теперь, следующий момент приятная особенность электромагнитного взаимодействия это малость константы взаимодействия α постоянной тонкой структуры это 1.137 вот, и в расселении на ядре у вас, конечно, входит Zα Zα потому что здесь заряд у электрона E, а у микро заряд ZE поэтому у вас всегда входит Zα ну и при Z меньше, скажем, 21 у вас все еще эта величина мала и поэтому вы можете пользоваться теорией возмущения теорией возмущения ну, в этом случае можно написать борновское приближение пользоваться борновским приближением для писания рассеяния ну и мы вам сейчас этот факт используем значит, смотрите давайте я вот это уже созру значит, начнем с того, что мы воспользуемся золотым правилом фермы и напишем вероятность прихода в единицу времени выражения ядра которое есть 2π я ашу чешу дельта функция, которая выражает закон сохранения энергии еж трих минус плюс да вот здесь я буду писать уже вверх Q в квадрате на 2 млс это просто энергия отдача электронов внеэлектронная ядра минус Е закон сохранения энергии дальше стоит матричный элемент между конечным состоянием аэлектромагнитного взаимовесия в начальном состоянии по мудру в квадрате усредненным по начальным спиновым состояниям если они имеются ну в принципе у электронов всегда имеется спин одна вторая а у электронов может быть спин равный нулю если ядро четное есть такой факт что все четные ядра имеют спин равный нулю вот ну и здесь стоит еще плод из конечных состояний которое мы пишем в виде D3 E штрих поделить на 2F в купе значит я аж напишу и здесь я еще напишу 2E 2E штрих 2E 2E штрих это нормировка электронных состояний электронных состояний удобно электронные состояния нормировать на 2e. Так, теперь, что такое вот этот самый маточный элемент? Для этого нам нужно выписать начальное состояние и конечное состояние. Начальное состояние и конечное состояние, и тогда, значит, здесь будет что у нас? Ну, начальное состояние электрона C-I от R это есть гераторский спинор у отвечающего спирального спината от P на E в степени ИПР. Конечное состояние это гераторский спинор у лям на штрих от P на E в степени ИП штрих R. Так, уравнение гератора вы уже видели на лекциях. Хотя для вас не это самое, не слишком будет что-то новое. Так, значит, что такое электромагнитное взаимодействие? Электромагнитное взаимодействие, когда есть интеграл D3R' Здесь стоит Rho от R R, ну, вернее, не Rho, а здесь надо написать G-NU. Электромагнитное взаимодействие Rho от 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 Rho. Ну, строго говоря, нужно писать под официально запаздывающее, поскольку у вас тут омега-передаливая энергия отлично от нуля, но поскольку мы считаем, что омега намного меньше, чем Q, поэтому мы будем использовать вот такую форму, когда я пока запаздываю. Я пока запаздываю. Вы просто взяли электродинамическую форму? Да, совершенно верно. Просто из электродинамии, никакое другое взаимодействие. У нас вот только такое есть электродинамическое взаимодействие. Вот это есть U. Электромагнитное взаимодействие. Так, ну теперь, что такое Женю от Rho? Женю – это электродный ток. Это есть Си с чертой конечного состояния от Rho. Гамма-ню на Си начального от Rho. Ну, это есть Си… Это есть, я значит, так. У с чертой лямбда шпига. Гамма-мю и лямбда от Rho. Ответает E в степени Пи, Ку, R. Якует от Rho. Отсюда. Так. Ну, а это общие токи ядерные, которые очень сложные. Но давайте, если мы рассматриваем только ядра со спином равным нулю, то у них здесь остается только нулевая компонента, плотность заряда. Ну и тогда это выражение переходит в следующее. Здесь стоит, значит, у лямбда шпига с чертой от Rho, трих гамма-мю у лямбда от Rho. Так, а тут стоит интеграм дета и Rho, где в степени Ки, У, Rho. Здесь стоит средняя, значит, мазочная шпига от плотности заряда Rho, Rho, шпиг, ядерного. Видно, мазочная шпига. Ну вот, эти интеграмы вычисляются просто, потому что если вы сделаете замену R на R-H', то тогда у вас вот здесь появится появится фурья компонента Кулафского знаменателя. Давайте я напишу сюда минус И Ку Rho, плюс И Ку Rho. Тогда, значит, сдвигая интегрирование по Rho на Rho, вы получаете просто фурья компонента от этого, и еще остается фурья компонента от плотности тока. Вторая экспонент отдает фурья компонент от плотности тока. Таким образом, вот этот матричный элемент FU электромагнитная, он даже сводится к следующему. Здесь стоит U с чертой, гамма штрих, штрих, гамма ноль. Так, тут стоит гамма ноль на U, ляма гамм P. Так, тут стоит 4P поделить на U квадрат. Так, и я напишу здесь, выделю еще Zα выражение, а тут я напишу F от Q квадрата, где F от Q квадрата, это есть фурья компонента плотности заряда ядра. 4P квадрат. Это есть интеграл. Есть фурья компонента плотности, это фурья компонентная фурья компонента. Остальное влияние в систему веществе, здесь поджечь кнопку «體內 ра». Сказать, что будет раоспорт – это фурья компонентная плотность. Раоспорт – это фуниактинга. вот сюда. И еще я заряд Е тоже отсюда выделил, но надо будет помнить, что это на самом деле плод из заряда здесь, потому что это взаимодействие идет с зарядом ядра. Что в этом распределение заряда входит? Вообще говоря, а не распределение протонов, потому что, поскольку есть взаимодействие, которое протоны в ядроны переводят, обмен эпизонами заряженными, то у вас вообще в ядре говорить о том, что имеется определенный какая-то частица протон или нейтрон, в общем-то, не приходится. Поэтому можно говорить только о распределении заряда. Распределение заряда. Значит, вот эта величина носит название фон-фактора. Фон-фактор. Ну и вся информация о том, как заряд распределена внутри ядра, она содержится как раз вот в этом фон-факторе. А можете, пожалуйста, еще раз показать, почему в пространстве не участвует только произведение? Потому что, посмотрите, ядро покоится вот это. Ядро покоится. И спин у него ноль. Поэтому никаких спиновых компонентов только нет. Ну и остается только заряд. Так-так. А отдачи мы-то не бригали. Поэтому мы считаем, что ядро в начальном и конечном состоянии можно считать покоящимся практически. Поэтому никакой другой компоненты только нет. До тех пор, пока вы пренебрегаете от дачи ядра. Так, ну вот, смотрите, что у нас получилось. Получилась такая величина. Так, значит, это если мы будем использовать просто потенциал взаимодействия. Если мы учтем запаздывание, и будем считать, что у нас вот здесь будет писать вместо этого запаздывающие потенциалы, то есть учтем, что здесь тут есть е в степени и омин, как ординат на С, то это приведет к тому, что изменение очень простое. Это приведет к тому, что у вас вот этот пространственный ку-квадрат заменится на четырехмерный ку-квадрат, и все. Ничего другого еще нет. То есть вот окончательное выражение отличается от этого только тем, что вот здесь будет стоять ку-квадрат минус ку-квадрат пространственное. Вот не пространственное, а четвертый. Значит, если вы будете использовать запаздывающий потенциал вместо такого простого выражения. Так, теперь смотрите, нам нужно сосчитать вот эту величину. Вот эту величину. Ну, поскольку у с чертой-то есть у-квест на гамма ноль, то у нас стоит просто у-квест лямбда штрих от П штрих, и здесь стоит у лямбда от П. Нужно бы работать с определенными спиральностями, то есть квантовать, ось квантования будет совпадать с импульсом всегда у нас. Это очень удобно для рассеяния будет. Дальше. Ну и теперь надо здесь вспомнить, как выглядят вот эти спиноры, чтобы сосчитать вот этот маточный ремень. Спиноры выглядят в пределе, когда масса электрона равна нулю, то эти спиноры выглядят достаточно просто. Спинор гираковский в случае, когда масса равна нулю, выглядит следующим образом. у лямбда от П есть корень квадратный из 2Е. Нет, без дворки здесь, у меня чуть без дворки. Корень из Е, а здесь стоит единица, здесь стоит два лямбда в нижнем компоненте, лямбда штрих, отвечающий проекцией лямбда штрих на ось П. Лямбда на ось П. Лямбда на ось П. Ну, поэтому если... Ну и надо, это плюс-минус одна вторая. Спиральность частицы. Плюс-минус одна вторая. Так вот, если вы перемножите вот эти два спинора, то вы получите, что вот это выражение, оно равно следующее. Это корень из Е между их. А тут будет стоять единица плюс 4 лямбда штрих лямбда, и здесь стоит фи крест лямбда штрих на фи лямбда. Фи крест лямбда штрих на фи лямбда. Сразу видно, смотрите, для того, чтобы у вас этот был матричный элемент не ноль, сразу видно, что тут лямбда штрих и лямбда должны совпадать. Потому что они могут это сейчас только знать. Если лямбда... Лямбда должно быть и лямбда штрих, либо плюс одна вторая оба, либо минус одна вторая. Тогда здесь появляется просто двойка. Здесь появляется двойка. Это означает, что в рассеянии у вас ультралективических электронов сохраняется спиральность. То есть спиральность начального состояния и спиральность конечного состояния должны совпадать. Откуда берется этот закон сохранения? Ну, этот закон сохранения берется из очень простых соображений. Что для ультралективического электрона у вас... Если вы принеблили массой N электрона, положили ее равную нулю, то электрон движется со скоростью света. Ну, он практически, действительно, всегда движется со скоростью света близко очень. Это означает, что у вас не существует система отсчета, в которой электрон двигался бы в противоположном направлении. То есть вы быстрее электрон двигаться не сможете. Но это означает, что проекция спина на импульс у вас всегда будет одинаковой. Будет сохраняться. Вы не можете найти систему, где она была бы противоположной. Вот это и есть как раз причина, по которой спиральность частиц с массой равной нулю является хорошим квадратным числом. Она сохраняется. Является хорошим квадратным числом. Теперь, что еще здесь? Да. Теперь. Вот тут стоит выражение фи крест лямбда штрих на делямбда. Ну, если бы у вас этот спинор и этот спинор квантовались бы на огонь и ту же ось, то это было бы просто дельта лямбда штрих. Вот. Но надо помнить, что вот этот спинор, ось квантования у него по П направлена, по вот этому импульсу. А у спинора расстрельная частица направлена по П штрих. Поэтому, на самом деле, если вы будете приводить к одной оси, то у вас, если, скажем, фи одна вторая будет у вас один ноль спинор, то фи одна вторая будет иметь здесь косинус, это пополам, а здесь синус, это пополам. П повернут на угол Теда. Спинор повернут на угол Теда. Поэтому здесь косинус, а здесь синус. Ну и тогда, получается ответ следующее, что это равно дельта лямбда штрих, и тут стоит косинус Теда пополам. Косинус Теда пополам. Ну вот, видно, что если у вас Теда равно Пи, то есть рассеяние назад, смотрите, на сто восемь градусов, то у вас тот косинус Пи пополам стоит, он равен нолю, вроде бы. Теда. Поэтому просто видно, что электрон, у интернетивистский электрон на сто восемь градусов никогда не рассеивается. Ну и это прямо связано с сохранением спиральности. Потому что, смотрите, у вас, если вы выберете космонтование ОП, то тогда спиральность у вас совпадает с проекцией полного момента ЖИ. Потому что проекция орбитального момента на инфузский на норму. Поэтому спиральность совпадает с проекцией полного момента. Теперь, если у вас частица рассеивается сюда, то проекция полного момента сохраняется. То есть она как была, скажем здесь, плюс ЖЗ, так она и у этого должна быть плюс ЖЗ. Ну а понятно, что у вас, если он повернулся сюда, то проекция полного момента будет минус ЖЗ. Ну поэтому у вас видно, что у вас либо не сохраняется. Если сохраняется спиральность, то не сохраняется момент полный. Поэтому вот эти два закона про сохранение приходят в противоречие при рассеянии точно на 180 градусов. Поэтому у вас как раз это причина, по которой замерляется маточный элемент. Так. Так. Ну теперь, просто надо подставить вот это выражение. вот это выражение вот сюда. Вот сюда. И, просуммировав по начальным и конечным состояниям, электронам, мы можем получить для вот этой дубровых выражение такого сорта. Дубровых выражение такого сорта. Дубровых выражение с точкой поменяется. З квадрат Альфа квадрата. Поделить на 4Е квадрата. Так. Здесь стоит косинус квадрат хета пополам. Поделить на сирус четвертой степи хета пополам. Это вот отсюда возникло. Так. Ну еще стоит вот этот самый квадрат форм-фактора Т от Ку квадрата. Здесь стоит еще фактор отдачи, который я сейчас выпишу. И стоит Деомега. Деомега – это вот прекрасный угол, элемент телесного угла рассеянного электрона. Ну он возник вот от этого Д3П4. Д3П штрих – это есть П штрих квадрат ДП штрих на Д омега. Теперь П штрих – это раз совпадает с Е штрих, поэтому вы можете проинтегрировать по Е штрих. Вот здесь. Но только надо помнить, что Е штрих не только здесь, но еще и вот здесь есть. Поэтому у вас будет множитель выйдет из геркофункции, которая есть вот этот самый фактор отдачи. И этот фактор отдачи будет такой. Это есть единиц, как поделить на единиц, как плюс 2Е, поделить на массу и на синус квадрат. Вот этот фактор появился исключительно потому, что мы рассматривали рассеяние в лабораторной системе. Если бы мы рассматривали рассеяние в системе центра массы, когда электрон и ядро с одинаковыми дипульсами облетают, то тогда этот фактор будет исчез у вас. В этой системе он равен точной единице. Он действительно не появится. Поэтому он возникает в лабораторной системе. Ну и поскольку, видите, масса может быть большой, сравнима с энергией, то тогда этот фактор вообще надо учитывать. Ну вот. Вот это сечение. Значит, вот это и начинает отдать. Теперь, чтобы получить сечение, нужно разделить на плотность потока падающего. Ну, если мы писали, что волновая функция, я её уже сказал, просто е в степени ФР, то плотность потока в наших единицах единица единица просто. И для сечения, тогда мы просто получаем, что д сигма по д-омер для сечения рассеяния есть z квадрат альфа квадрат по делению 4e квадрат z косинус квадрат этапополам на синус четвёртой этапополам f квадрат альф куб квадрат на фактор антаж. Вот у вас сечение рассеяния. Ну, теперь, чтобы в правильных единицах получить это у нас, ну, в мэлах начнутся этот мэр квадратный, а площадь должна квадрат длины иметь. Поэтому понятно, что если вы подставите сюда hc в квадрате, то вы получите искомое выражение. Поэтому просто здесь ещё нужно поставить hc в квадрате. тогда разменность уже будет правильной в нашей системе. Единиц уже будет правильной разменность. Ну так вот. Значит, вот это сечение есть название монтовское сечение а вот это монтовское сечение рассеяние а вот это монтовское сечение рассеяние оно отличается от резервонтовского только тем, что вот здесь вот в космус квадратер стоит лишний который подавляет рассеяние на 180 градусов в резервонтовском сечении такого фактора нет вот это вот монтовское сечение ну и вся информация о ядре у нас содержится вот в этом самом фанфакторе поэтому давайте мы сейчас сделаем перерыв и после перерыва займёмся изучением свойств вот этого фанфактора что о ядре можно сказать, если вы будете этот фанфактор мерить ну, видно, что это монтовское сечение от углов зависит очень сильно видите, синус четвёртая петра пополам а ещё не квадрат знаменатель это монтравитивистские частицы поэтому сечение на самом деле довольно маленькое электромагнитное поэтому, в общем, эксперименты эти требуют времени чтобы достаточно статистик не убрать так, теперь давайте перерыв устроим потом в первой же, если по этой форме 8,5 градусов, это значит что у меня есть резервон только с периодом спина назад и сеть чтобы спиральность не было? да да, нет да 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 с изменением спиральности да, скорее спиральность и он сохраняется он не может изменить ультравитивистских а назад, нервитивистский электрон действительно может изменить спиральность спокойно У нереативистского электрона не есть сохраняющаяся величина. Нет, я говорю, гереативистский электрон. Нет, гереативистский спиральность не меняет, у него сохраняется, как была по импульсу, так и останется. Поэтому точно на это не может рассеяться, потому что есть закон сохранения полного, проекции полного момента, который абсолютный. А как в Резерфордовском уже тогда разумеется, если человек рассеялся? В Резерфордовском этого фактора нет. Точная формула для электрона электрического и нереативистского тут стоит следующее. Вместо косинуса стоит единица минус ВС в квадрате на синус квадрат 5 пополам. Больше стоит вместо косинуса. Ну, поэтому, если ВС валор, то стоит единица, электрический электрон. Ну, а если это единица, то появляется как раз в этот косинус квадрат. В примесь синуса у вас будет единица на гамма в квадрате. Единица на гамма в квадрате, где гамма-фактор это вот единица минус В квадрат на С квадрат. Так, значит, теперь форм-фактор. Значит, форм-фактор мы написали, форм-фактор Р есть форм-фактор Р Ну, первое свойство очевидное, что f от нуля равно единице. Потому что интеграл в квадрате есть полное число Z, зарядов полное число Z. Поэтому Z сокращается, остается единица. Так, давайте посмотрим, как форм-фактор ведет себя при малых Q. Значит, пусть у вас размер гидра вот этот R и QD у вас много меньше единицы. Малая Q, малая передача. Ну, тогда, естественно, что интеграл идет по объему размером R, поэтому вот этот показатель экспонента будет мало, и мы его можем разложить. Поэтому мы пишем, что это можно записать так, как единица на Z, а здесь стоит интеграл G3R, а тут стоит интеграл G3R, а тут стоит единица плюс QR, минус QR в квадрате пополам. Ну, дальше я писать не буду. Известное ядро зарядовое объеме. Вот такое выражение получилось. Ну, первое, что понятно, дает единицу, поэтому сразу пишу, что это равно 0. Это равно единице. Так, вот здесь у вас, если ядро сферическое, и там из-за принос свободно крутится, может крутиться, то тогда, конечно, интеграл по углам вот здесь даст 0. Даст 0, поэтому этот член не работает. Я поэтому следующий не написал. Ну, а здесь QR в квадрате, если вы по углам усредите его, то появится одно третье. Стоит косинус квадрат, да, или среднее значение косинус квадрат по члесному лбу, это одно третье. Поэтому получится ответ такой. Единица минус одна шестая, здесь будет стоять Q квадрат, а тут будет стоять такая вещь на единице на Z, интеграл G3R, здесь стоит Q квадрат, ножом зарядываем вот Q, вот Q. Что это за величина? Смотрите, вы Q квадрат интегрируете с плотностью и делаете на интегралах плотности. Q по определению, это в виде R квадрат с лишней склотностью. Это среднеквадратичный радиус ядра, радиус заряда, радиус зарядного распределения. Поэтому тут есть просто единица минус одна шестая Q квадрата. А здесь стоит R квадрат с лишней склотностью. Иными словами, наклон фон-фактора от единицы, то есть фон-фактора ведет себя вот так. Если вы отложите вот Q квадрат, F, то вот тут будет единица, а здесь у вас будет вот такая прямая. И наклон вот этот вам определяет среднеквадратичный радиус ядра, распределение заряда. То есть вы просто размеры ядра здесь можете померить. При растении на малый угол, когда Q квадрат, Q R немного меньше единицы, у вас здесь меряется угол наклона, который как раз вам говорит о том, какие размеры ядра. Какой R квадрат? То есть все R квадрат можно померить. Ну что, собственно, и было сделано в 50-е годы. И, значит, я дальше расскажу, какие получились результаты от этих экспериментов. Так, теперь давайте посмотрим, что будет при больших передачах. Когда Q много больше, чем размеры ядра. В Q R много больше единицы. В Q R много больше единицы. Ну, тогда... Значит, тут надо поступить следующим образом. Давайте мы вот это выражение теперь... Наверное, сечение я вот это сотру. Значит, сначала давайте мы будем считать, что R зависит только от расстояния от центра ядра и не зависит от их углов. Тогда просто по углам, вот здесь мы можем проинтегрировать. По углам проинтегрировать и у нас получится следующее. Экспонент мы интегрируем по углам и получаем одно выражение вот такое для форм-фактора. Что F на Q есть 4T поделить на Q. Здесь будет стоять Z вот этот. А здесь стоит инфекрал от нуля бесконечности DR. А здесь будет R sin R на рост зарядовая от R. Синус появился в интегрировании по углам. По F дало 2P. И два синуса возникло при интегрировании по cos theta d theta. Синус theta d theta. Да, вот этот самый синус. Однако ушло в знаменатель. Ну вот теперь давайте стремить Q к бесконечности и смотреть, что с этим интегралом можно сделать. Ну понятно, что можно вот здесь проинтегрировать по частям синус. Проинтегрируем по частям один раз и мы получим, что это будет равно минус 4P поделить на Q квадрат. Зачем их по частям? Потому что Q в знаменатель. Загнать при большей, чтобы было видно какая синтетика будет. Так, здесь стоит cos Qr. А здесь стоит R на ρ зарядовая от R. От нуля до бесконечности. И плюс 4P на Q квадрат Z. Здесь стоит интеграл. Так ладно, давайте сочиняем с этого тоже. И вот здесь у нас здесь. Здесь стоит R от нуля до бесконечности. А здесь стоит cos Qr. А тут стоит R умножить на ρ зарядовая от R. Производный от них штрих. Естественно, по частям заинтегрировали. Производный перекинули на R умноженное на ρ. Так, теперь смотрите. Вот эти свободные шреты очевидным образом зануляются. Потому что при R равном нулю, но он, вроде, зануляется, если у вас нет особенностей плотности. Если нет единицы на R в особенности плотности, тогда он зануляется. Ну, а если есть особенности единицы на R, то это получается как раз вот. А на бесконечности просто плотность 0. Поэтому просто этого члена нет, и у нас остается вот этот шлет. Ну, поэтому надо эту процедуру дальше продолжить. Еще раз интегрируем по частям. И получаем, что это будет разно. Но, к следующему. 4π на q в кубе уже возникнет. На z. Здесь появится синус qr. А здесь будет производная R. Тоже зарядывая R штрих. И тоже от 0 до бесконечности. Оттуда же будет стать минус 4π на q в кубе. z. Интеграл как нуля. То есть с конечностью. dR. А здесь будет синус qr. А тут будет R умножить на R. Далее говоря, R. Тут будет два штриха. Вторая производная. Ну, теперь смотрите, легко видеть, что у вас тут стоит синус. Поэтому он еще дополнительный. Даже если вы тут производную барьеру снимете, то R появится вот здесь. Поэтому в нуле он все равно 0. При R равном 0, он все равно 0. А на бесконечности плотность 0. Поэтому это же тоже 0. Поэтому видно, что у вас эту процедуру надо продолжать дальше. Но вот в следующей процедуре у вас уже, наверное, появится. Потому что там будет вот такой же косинус. А здесь уже будет, из-за того, что стоит производная, то одну производную вы на R пошлете, а другой будет идти сюда. И поэтому свобода же будет не 0. И видно, что асимптотика фарфактора будет такая. Что это будет минус 8P поделить на Q в четвертой степени Z на R шпих. Зарядываем от 0. Вот такая светотика фарфактора. Лидится на Q в четвертой. Лидится на Q в четвертой. Фарфактор в сечении стоит в квадрате. Сечение стоит в квадрате. Поэтому... Да, еще надо вспомнить, что там еще Q в четвертой было, значит, в сечении в Мотовском. Синус – это в четвертой степени, это тоже Q в четвертой. То есть общая степень, Q в знаменателе, получается Q в двенадцатой степени. То есть сечение, это сигма под и омега, пропорционально единица на Q в двенадцатой степени на любой системе, у которой плотность заряда не имеет особенностей в центре. Ну, это означает, что у вас просто сечение катастрофически падает. Если вы хотите идти на большие Q, чтобы исследовать малые расстояния, как плотность ведется на малых расстояниях, то видно, что у вас сечение падает катастрофически совершенно. Ну и вот это мы сейчас увидим. Еще один момент. Еще один момент. Давайте мы посмотрим вот такую модельную задачу. Пусть у вас плотность имеет вот такой вид. На радиусе R просто есть резкая граница. вот эта функция, резкая граница. Тогда этот интеграл на хвощи тарица, на хвощи тарица. И для вот этой плотности, для резкой границы, ответ получается такой. Это будет 3 sin qr поделить на q в кубе r в кубе, минус cos qr поделить на q квадрат r квадрат. Ну вот, те, кто помнит еще что-то из курса матфизики, посмотрев внимательно на вот это выражение, можно понять, что это будет следующее. Это будет 3 поделить на qr, а здесь стоит сферическая функция беседа первой от qr. Сферическая функция беседа от qr. Ну и видно, что при малых q, поскольку бесит первый пропорциональный q, у вас она действительно, как раз qr на 3, при малых q бесит себя ведет, поэтому с тримницей единицы. Тут вообще-то так не видно, что при кубе стримащихся к нулюбовой единице с тримницей, но тем не менее, это факт, не с тримницей единицы, ну и дальше там r квадрат средняя получается. которая здесь 3 пятых вот этого самого r должна быть. r квадрат средняя 3 пятых r квадрат вот этого r. Размера еда. Средний заряд будет. Да, но самое главное, что у вас этот форм-фактор осцелирует. поскольку тут есть синусы и косинусы, то он есть осцелирует, и у вас картина, в точности, напоминаем, картину дефракции на резком крае. То есть у вас просто вот на этом резком крае есть дефракция. Есть дефракция, ну и в таком пределе, когда у вас резкий край, у вас, как вы видите, асинтотика фур-фактора единицы на q квадрат получилась. на q квадрат. Ну это просто следствие того, что мы взяли вот такой абсолютно резкий край. На самом деле у вас, у вас здесь, конечно, это сглажено. плотность как-то есть диффузный слой шириной а. Ну и когда q становится больше, чем единица на а, в случае, когда q будет больше единицы на а, или там h на а, если вы хотите, единица h на а, только в этом случае, у q уже у нас без а, поэтому единица я напишу, единица на а, тогда уже у вас фур-фактор перестаёт иметь такой простой вид, и тогда возникает снова падение как единица на q четвёртый. единица на q четвёртый. Возникает падение. Вот. Таким образом, видите, здесь, если есть резкий край вигра, то мы должны видеть некоторую картину погнающую диффракцию. Ну вот теперь давайте посмотрим, как выглядит сечение измеренное. Измеренное сечение растения на различных ядрах. Электронов с энергией 183 мВт. Электронов с энергией 183 мВт. На ядре Гванадия, Гванадия 51, а здесь Индий 115. Индий 115. И вот тут видно две кривыходи, 153 мВт, другой 100, 100, 100. Так, вот я и пойду. Сколько тут надо? 153. И 183, да? 183. Те же 183, что и здесь. 183, да? Ну, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, смотрите. Вот здесь лечение квадратные сантиметры на стеародианы. Вот здесь у вас 10 минус 26 степени. Ну, это милибарный. Барный – это 10 минус 24. А, нет, десятки милибарных. 10 милибарных. Даже 10 милибарных. 10 минус 26. А вот, когда вы, вот посмотрите, точка измеренная вот здесь, вот вы сюда смотрите, здесь уже 10 минус 31. 10 минус 31. То есть, ногу от 30 до 110, кажется, градусов. Сколько здесь? Да. 110. От 30 градусов вот здесь до 110 градусов вот здесь, сечение падает на сколько-то, наверное, на 5 порядков. Вот, вот так вот. Ну, поймем умерить такое сечение, особенно вот на большином углу, это задача непростая. Ну, и здесь вот сюда. Теперь, смотрите, видно, что как раз вот у вас есть падение, потому что сечение падает. Потом есть падение. И на фоне этого падения, видите, вот тут есть типичный, значит, вот минимум дифракционный. Дефракционный минимум. Здесь есть. Ну, и здесь есть. Тут даже видно что-то типа два минимума. Вот здесь и вот здесь. Потому что ядро, ядро побольше размером, поэтому можно два минимума определены при одинаковых куб. И, кроме того, да, при разных энергиях, естественно, положение этих минимумов дифракционных, оно немножко разное. Немножко разное. Ну, и тоже здесь вот сечение 10 минус 31. Здесь сечение 10 минус, ну, даже 25. 25 или 26. Несколько единиц на 10 минус 26. То есть опять видно, что сечение падает очень сильно здесь. Так. Ну, вот видно, что есть дифракция. Дифракция. Так. Ну, фактически, значит, поскольку дифракция зависит от вот этой величины. Ну, дифракция, значит, что можно говорить о том, что это ядро имеет резкий край. Ядро имеет резкий край. Ну, и характеризуется тогда радиусом. Радиусом ядра. И этот радиус, конечно, тогда все будет зависеть от QR. Все будет зависеть от QR. И дальше вот интересная картинка. Я хочу следующую привести. Где у вас сечение на разных ядрах отложены вот здесь как функция. А в степени 1 3 умножить на синус тета пополам. Ну, фактически это есть QR. А это массовое число. Значит, вот просто оно идет от радиуса. Ну, и замечательный факт заключается в том, что у вас все дифракционные виды на всех ядрах лежат в одном месте. Вот они. Значит, вот это уран, а это кобальт. Уран, кобальт. Кобальт, ванадий, а нет, это кальций. Кальций, ванадий, кобальт, индий, сульман. Это кулуч, что ли, золото, вискут, урана. Ну, вот первый дифракционный минимум лежит вот здесь вот. Вот здесь. Одинаково. Ну, что это означает? Это означает, что вот этот радиус ядра, вот этот резкий край, радиус ядра ведет себя как А в степени 1 3. То есть, F у вас в радиус ядра, то функция массового числа можно записать как некоторое R0 умножить на А в степени 1 3. Чем этот факт замечательный? Это факт замечательный тем, что если вы сосчитаете объем ядра, то объем ядра В будет пропорциональным массовому числу А. И это означает, что плотность ядра, которая есть там А, а В, плотность ядра, есть величина постоянная для всех ядер. То есть, плотность ядра постоянно, ну и она равна 0, сейчас плотность ядра, это что-то типа 0,17 частиц в одном кубическом ферме. Ну, это что тогда означает? Это означает, что добавление новых частиц, несмотря на то, что у вас есть притяжение, добавление новых частиц, плотность остается постоянной, просто ядро начинает просто расти. Добавляя те частицы, у вас размер ядра увеличивается, а плотность остается постоянной. Ну, это означает, что ядро в этом смысле очень похоже на несжимаемую жидкость. Ну, причина этого, конечно, понятна, потому что у вас ядро, если вы помните, ядерные силы нарисовали, у вас ядерные силы есть притяжение, а дальше стоит сильное отталкивание. Ну, поэтому, естественно, они светят близко, а сжаться не могут, потому что там сильное отталкивание. И поэтому ядро, потому что плотно упакована система, где наклоны касаются друг друга, и дальше их сжать просто невозможно. Дальше решать просто невозможно, потому что с силой до энергии на это требуется гигантские. Так, значит, мы уже замечательные свойства установили, что ядро себя ведет, в общем, как капли неожимаемой жидкости. Ну, и более точная параметризация, которая учитывается, что тут есть размытие, она выглядит следующим образом. То есть более точная параметризация выглядит вот так. Значит, ρ от r в корпусе ядра есть ровной делить на единица плюс e в степени r минус r большое поделить на а. Ну, очень знакомая формула, из статистики ферморская степенька здесь нарисована. Вот, но вот в ядре это в ядре она тоже работает. Ну, вот при этом как раз у вас... Да, при этом параметр а – это диффузность ядра. Он оказывается из-под гонки этих данных, точное положение высших данных, высших максимум воспроизведений ядра. Это 0,55 и 1. И он постоянно происходит практически для всех ядра. А вот этот параметр 1 – это 1 и 1 десятая умножить на а в степени 1 треть. На а в степени 1 треть. То есть, видите, ну, фактически вот расстояние между уклоном порядка одного фермия, но это означает, что они фактически касаются друг друга. Теперь, ну, дальше можно воспользоваться, вот опять же, вот этой формулой, которая, может, статистики выводили, когда считали с функцией распределения, с ферморской функцией распределения интегралов, что это и есть интеграл, значит, вот того, до радиуса плюс поправочка, которая от диффузности идет. Вот, и в этом случае, в этом случае, значит, для R квадрат, для зарядного радиуса, для среднего квадратического радиуса R квадрат 7, получается следующее выражение. Это есть 3 пятых R квадрат, ну, как это должно было быть для равномерно заряженного шарика, а здесь поправочка такая, единица плюс 7 третьих, а тут стоит I, A, R, все в квадрате. Ну, квадратичная поправочка, значит, тут A играет роль температуры. Диффузность стоит там, где температура в этом ферментном состоянии. Да, поэтому, в принципе, вот видите, R квадрат у вас, в зависимости от A, у него более сложная. Ну, тут вот есть некоторая добавочка, ну, некоторая добавочка к ней. Это непросто. Вот. Если просто, мы напишем, если мы... Ну, вот эту величину, собственно, и называют радиусом ядра обычно. корень из нее. Корень из этой величины называют радюсом ядра. R квадрат — это есть корень квадратный и Z квадрат среднего. Вот это. Региквадратный и Z квадрат среднего. Теперь, если мы просто вот эту величину напишем, что это есть темпторы R0 на A в степени 1 на треть, то для легких и тяжелых ядров R0, в общем-то, будет немножко разное. Потому что, вот видите, вот здесь поправочка. Здесь. И в легких ядрах R0 есть 1,3 ферменты. 1,4 ферменты. Видите, разница, что здесь 1,1. А здесь, если вы забыли про дефосность, то тут получается 1,3. Вот. И... Итак... Это легкие ядра. Ну, легкими обычно называют ядра, у которых A меньше 40. А меньше даже 40. Дальше, значит, идут средние ядра, а тяжелые ядра это за свинцом. Там в районе свинца и дальше. То есть больше 100. A больше 100. R0 там порядка, ну там чуть меньше, или порядка 1,2 ферменты. То есть... То есть некоторые... У... Ну, потому что видно, действительно, что когда R... А большое, R большое, вот этот множитель маленький, поэтому он приближается вот к этой речне. R квадрат. R квадрат. Ну вот. Значит, теперь еще картинку давайте посмотрим. Эээ... 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 Как... Эээ... Параметры зарядного распределения так, чтобы воспроизвести эксперимент. То есть задача довольно громоздкая. Сложная. Тем не менее, эта программа была сделана. И вот теперь посмотрим, как будет выглядеть, как выглядит плотность ээгра. Как выглядит плотность ээгра. Вот на следующей картинке. Вот. Вот. Вот здесь, видите, приведены несколько ядер. Вот это прямо зарядовая плотность. Прямо зарядовая плотность. Ну и вот видно, что действительно у вас она примерно вот так вот немножко здесь варьирует. Здесь 1, а здесь 1,25. А тут 1,5. То есть, видите, на 5 процентов это меняется. Значит, вот тут идет кальций. Дальше опять же вот... Банадий. Я вижу, что играет права. Банадий, да. Банадий, потом кобальт. Вот. И здесь золото. А здесь, по-моему, висмут. Висмут. Ну видно, что вот она действительно... Размеры растут, а плотность почти не меняется. Плотность почти не меняется. Вот. А вот тут написано, что полная плотность ядра нарисована. Полная плотность ядра... Предположите, что у вас нейтроны и протоны распределены подобным образом. Полная плотность. Что отношение плотности протонов к плотности нейтронов – постоянная величина. Плотность для всех ядров. Плотность протонов и плотность нейтронов одинаково. Ну и тогда видно, что вот тут тоже картинка повторяется. Как здесь, так и здесь. Ну вот. А теперь вот тут вот эта картинка, которая показывает, собственно, точность определения. Точность определения А. Ну точность определения параметров ядра. Значит вот в этой формуле у вас два параметра. Есть параметр А и есть R. Параметр R0 определяет тем, что полный ядра должен быть равен Z. В этом случае не параметр. Вот. Но иногда эту плотность R0 пишут в трехпараметрическом виде. Здесь пишут на 0, а здесь пишут единица. Минус R квадрат на R квадрат. И это единица плюс E в степени R минус R делить на A. Вот. И тогда у вас, как только сейчас я смотрю, знак плюс или минус. Плюс. Неправильно. Плюс. 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 Да. Плотность внутри меньше считается. А снаружи чуть больше. Снаружи чуть больше. Это, если вы нарисуете, то плотность будет, значит, вот в центре у вас она такая, а с краю она немножко вот такая и дальше падает. Падает. Вот. Собственно, по этой причине он напоминает донышковинные бутылки. Поэтому так и называют, что это нешевание потал шеи. Форма. Форма. Форма вины бутылки. Так вот, вот эта трехпараметрическая подгонка для ядра, она вот здесь вот изображена. Для разных дублей В. Для разных дублей В. Вот. Ну, видно, что тут вот. Дубль В равен нулю. У вас полный код из константа. Дубль В равен нул 44. Лучше подгонка для ядра. Вот она вот здесь немножко вот так падает. Вот. Ну, на самом деле, я просто хочу обратить ваше внимание, что это зашлиховная область. Это область экспериментальных ошибок. То есть, у вас точность определения довельчины, она вот отсюда до сюда. Поэтому, на самом деле, это причина определения трудно. Ну и понятно, что если вы хотите... Что, в смысле, есть малое расстояние. Малое расстояние отличает большим Q. Большие Q у вас сечение падает катастрофически, поэтому статистические ошибки возрастают. Или нет, будут подрастать, как вы понимаете. Поэтому вот здесь, как точно себя ведет плотность ядра на малых расстояниях, не очень хорошо известно. Ну и вот, наконец, на другой картинке уже будет плотность ядра с учетом ошибок нарисована. То есть, толщина линии вам определяет величину ошибки. Вот это уже последние, нынешние экспериментальные данные о том, как выглядит плотность ядра кросса нарисована. Вот от самых легких гелия-4, углерод,ислород, кальций, кальций-48, цирконий и свинец. Вот они выглядят вот таким образом. Ну и видно, что действительно, когда вы подходите к малым расстояниям, то у вас ошибки увеличиваются. Но уже они все равно, уже достаточно маленькие. Поэтому можно сказать, что плотность ядра мы знаем достаточно хорошо. Плотность ядра мы знаем достаточно хорошо. Так. Так, ну... Значит, еще несколько слов. Да, собственно, у нас осталось 5 минут. Я хотел сказать несколько слов. Значит, вот до сих пор мы говорили все время о рассеянии электронов. Но рассеяние электронов вам даст информацию только о распределении заряда. И вы должны как-то какую-то гипотику делать о том, что нейтроны и протоны распределены, например, одинаково. Хотя нейтроны, ядра, больше, чем протонов. В принципе, они могут быть, скажем, полность поверхности. Может быть, концентрация нейтронов может быть больше, например. Так вот, из электронов вы ничего правильного сказать не можете, поэтому нужно брать другие частицы. Из других частиц есть только там протоны, которые легко можно регистрировать. Ну, или нейтроны рассеивать тоже не нужно. То есть протонов или нейтронов. Вот. Но проблема заключается в том, что отписать рассеяние нейтронов или протонов в достаточно хорошей точностью мы не можем. Мы плохо знаем взаимодействие протонов. Есть несколько примеров, что протон, нуклонные силы, много вариантов сил есть. Но применить их к рассеянию протонов на ядрах не очень удается. Потому что взаимодействие, на самом деле, двух свободных нуклонов. И один свободный нуклон, а другой связанный, оно может отличаться. Когда один нуклон находится в ядре, а другой свободный. Взаимодействие между ними может быть несколько другим. Поэтому это затрудняет интерпретацию. Но есть некоторые облегчающие обстоятельства. что если у вас длина волны частицы нейтрона или протона много меньше размеров ядра, то у вас рассеяние начинает нести геометрический характер. То есть фактически у вас все сводится просто в дефракции. И взаимодействие здесь уже будет ни при чем. Оно существенно только для того, чтобы имел место фактор рассеяния. А все характеристики будут даваться геометрическими только... Все угловые распределения будут определяться геометрическими характеристиками ядра. Да, ну вот дефракционное рассеяние, оно... Давайте мы просто рассмотрим такие примеры дефракционного рассеяния. Если успеем... Ну что? Значит... Для нейтронов, ядро вообще представляет из себя черный шарик. Потому что нейтрон, стоит ему коснуться ядра, то он поглощается. Поэтому ядро черный шарик. И мы можем написать рассеяние на черном шарике вот таким образом. Таким образом. Что F, ради записа конструктуру рассеяния, F от θ, которая есть, единица на 2mk, сумма for l, 2l плюс i, здесь стоит sl минус юлица, Тот факт, что у вас черный шарик ядро представляет из себя, он заключается в том, что все моменты меньше некоторого, поскольку момент связан с трецентным параметром, кр, фактически, кр на роиде есть момент, то все моменты меньше некоторого, для всех моментов, сл равно 0, для l меньше, чем k r. Ну а из заперкодействия, взаимодействия, то сл на равной единице, при l больше, чем k r. И так, поскольку взаимодействие карта – это действующее, то микро либо пролетает, либо захватывается. Вот, ну тогда, эту формулу можно упростить, поскольку k r намного больше единицы, тогда можно применять под суммирование к интегрированию, и, введя прицепный параметр b, который есть l плюс 1 вторая, вот так, напишем, умножить на k, так, поделить на k, поделить на k, вот прицепный параметр, вместо суммы b приходит к интегрированию, то тогда можно написать, что вот это f на c, есть интеграл ik, здесь интеграл от 0 до r, по радиусу грамм, здесь стоит bb, ну а тут остается просто b умножить на полиномный жанр, отзывающий от kb, от косинус θ. Но kb много больше единицы, вот, поэтому можно воспользоваться синтетикой полиномовный жанр по индексу, и написать, что bb от kb от косинус θ нет, есть просто нулевой вместе, от kb, от 2kb на косинус θ, о, нет, не косинус, синус θ пополам, синус θ пополам, вот такая синтетика, после чего интеграл считается, и тогда f записывается в виде и f поделить на 2 sinc пополам, а здесь стоит первый бестель цилиндрический, от 2kb на sinc пополам. ну и дальше, ну это типичная фракционная картина, сечение это квадрат модуля этой величины, ну и теперь, если мы посмотрим, как это выглядит, то выглядит это вот следующим образом. Выглядит это следующим образом. Так, вот у вас сечение рассеяния, численно таким образом, дифференциальное сечение упругого рассеяния, на чёрном шарике радиус ar, ну в производных единицах, для случая ar равно 4. Ну вот тут угол радиана, отложим, π пополам где-то вот здесь, ну и вот видно, что у вас сечение вот тут есть фракционное минимум, и дальше он чуть-чуть возрастает, и потом снова становится очень маленьким, то есть видно только что у вас, вот этот первый дефракционный минимум хорошо видно. Но тем не менее, положение тридефракционного минимума вам тоже говорит уже о радиусе ядра, именно ядерного вещества, радиусе ядерного вещества. Ну и оттуда, в общем, видно, что, в общем, распределение нейтронного продукта, заряда и вещества очень близки. Зарядное распределение и распределение остальных очень близки друг к другу. Ну вот, собственно, на этом мы закончим, и на следующей лекции мы будем говорить о том, что можно узнать о ядре, если представить его в виде капли не сжимаемой жидкости. Собственно, это будет тема нашей следующей лекции. Это первый исторический модель ядра. в виде капли не сжимаемой жидкости. Это первый исторический модель